Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада нашей встрече. Тема нашего урока – какие слова называют действия предмета? Сегодня на уроке вы повторите, какие слова называют действия предмета. Будете составлять предложение. Давайте поиграем. Перед вами картинка. Назовите предмет на этой картинке. И какое действие выполняет этот предмет? Смотрим. Кто? Собака. Что делает? Грызет. Кто? Соловей. Соловей что делает? Поет. Что? Дождь. Дождь что делает? Идет. Что? Машина. Машина что делает? Едет. Ребята, а почему к словам собака и соловей я поставила вопрос «кто?»? Потому что это слова, обозначающие живые предметы. А почему к словам «дождь» и «машина» я поставила вопрос «что?»? Потому что это слова, обозначающие неживые предметы. Запомните, ребята, каждый предмет совершает действие. Откройте свои рабочие тетради на странице 34. Сядьте ровно и держите тетрадь под наклоном. Сохраняйте эту позу во время всей письменной работы. В первом упражнении раскрасьте рисунок так, как вам нравится. Во втором задании выполните минутку чистописания. На первой строчке прописываем соединение с заглавной и строчной буквы «я». Пишем правильно и красиво. На второй строке прописываем слово «друзья». Обратите внимание, в этом слове разделительный мягкий знак. На третьей строчке подберите слова «действия». Мои друзья что делают? Мой вариант такой. Мои друзья пишут и читают. Я думаю, у каждого получится придумать свои слова. Либо вы можете воспользоваться моим вариантом. В третьем задании найдем правильную схему к слову «друзья». Рассмотрим схемы. В первой схеме пять звуков, а во второй шесть. В слове «друзья» мягкий знак не обозначает звук. Но буква «я» после мягкого знака обозначает два звука и «я». Значит, нам подходит схема с шестью звуками. Друзья. Делим слово на слоги. Задание номер четыре. Выполним с опорой на учебник. Страница сто двадцать, упражнение один. Сначала прочитаем стихотворение. Вот помощники друзья. Вместе с ними всюду я. Уши слышать помогают. Ноги прыгают, шагают. Рот язык покушать рады. Нос вдыхает ароматы. Руки брата обнимают. А глаза все подмечают. Быстро подрастаю я. И со мной мои друзья. Как вы думаете, о чем это стихотворение? В этом стихотворении говорится о наших частях тела. Когда мы растем, они тоже изменяются. А теперь давайте выпишем слова, которые обозначают действия предметов. Запишите все эти слова через запятую и в конце поставьте точку. Пишите красиво и аккуратно. Следующее задание тоже выполним с опорой на учебник. В учебнике это задание три. Нам нужно будет придумать предложение со словами. Бегает, прыгает, бросает, плавает. Запишите предложение, которые мы составим. Первое предложение со словом бегает. Например, спортсмен быстро бегает. Со словом прыгает. Со словом прыгает. Даша прыгает через скакалку. Со словом бросает. Марат бросает мяч. Со словом плавает. Девочка плавает в бассейне. Запишите эти предложения или придумайте свои. Пишите красиво и соблюдайте наклон. Отгадайте загадки на странице 120, упражнение 2, в ваших учебниках. Слушайте внимательно. Летит, говорит. А сядет, молчит. Кто это? Это оса. Какие слова нам помогают отгадать эту загадку? Говорит, сядет, молчит, а также слово летит. Какие это слова? Это слова, которые обозначают действие. А слово «оса» на какой вопрос отвечает это слово? На вопрос «кто» это слово обозначает предмет. Следующая загадка. Растут, зеленеют. Упадут, пожелтеют. Полежат, почернеют. Какие слова помогли нам разгадать загадку? Растут, зеленеют, упадут, пожелтеют. Полежат, почернеют. Все эти слова – это слова действия. А слово «отгадка» – листья. На какой вопрос отвечают? На вопрос «что» это слово – предмет. Подводим итоги. На уроке вы составляли предложение, используя слова «предметы» и слова «действия». Научились различать, какие слова обозначают предмет, а какие действия. Ребята, если вам было интересно, и вы справились со всеми заданиями, нарисуйте смайлику улыбку. Рядом со смайликом шкала трудностей. Закрасьте в ней соответствующий кружок. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова